Привет, мои любимые зрители! На днях вышло обновление Доты. И после этого Вальвы разместили очень важную новость. Два события в одной новости. Сразу говорю, что видео будет красочным, поэтому приготовьтесь, налейте себе чайку и смотрите. А вот та самая новость. Теперь нам доступна потайная лавка. Там мы можем купить атрибутику типа майки и сувениры. И доступны паб-стомпы. Давайте начнем со второго. Что такое паб-стомп? Если, например, раньше, чтобы посмотреть на интернешнл, мы или смотрели его на Твиче, или чтобы самим присутствовать, нам нужно было, например, ехать в США. В данном случае на Кей-арену ехать. Но не все могут, да, мне кажется. Но это тяжеловато. Также нужно визы получать. А мы знаем, что сейчас проблема с визами в США. Теперь доступны паб-стомпы. То есть, если вы живете в крупном городе или рядом с вами есть крупный город, там может идти прямая трансляция Интернешнл на арене. То есть, например, если рядом с вами есть город, на котором есть арена, да, киберспортивная, там будет идти трансляция. И вы можете просто туда приехать, собраться кучкой задротов и смотреть. Безусловно, это очень удобно. А, нужно просто перейти на данную ссылку, страница паб-стомпов. Я уже это все открыл, да. Здесь две ссылки, смотрите. Ну, информацию я вам только что про нее рассказал. Первая ссылка, если вы организатор. Если у вас есть, например, арена, ну ладно, можно, например, даже если у вас есть бар. Почему бы и нет? Есть бар, там стоит телевизор, только купленный в 90-х годах. Это тоже пойдет. И вы можете организовать у себя паб-стом. То есть, люди потом будут находить вас и к вам ехать. Прикиньте, реально, это же реклама. Это реклама вашего бара. Ладно, не о том говорим. И если вы хотите посетить, вы заходите, и там идет регистрация, и будет отображаться, короче, список ближайших к вам арен. Ну, или баров, не знаю. Это ладно, здесь все примитивно. Но самое главное, самое вкусненькое, потайная лавка. Если раньше атрибутику делали различные люди, там ВКонтакте, много групп, типа, кто-то там руками сувениры лепит, да, из какашек. То теперь у них отобрали работу, к сожалению. Им придется идти на завод, сдавать бутылки. Ну, не знаю, что им придется делать. Теперь эти сувениры делают сами Валев. А, я все открыл заранее, все ссылки, по одной причине. Магазин работает очень медленно. Или его дудосит, или просто наплыв. Все очень медленно грузится. Так вот, вот он магазин. Здесь у нас сразу показаны категории. Я их открыл потом раздельно. Первое. Первое это идут у нас статуэтки. Те самые статуэтки, которые сейчас старались до этого продавать разные люди. Но теперь это будет делать официальный магазин. Потом идут брелки. А далее это у нас значки. Их нужно прикалывать на одежду. Прикалывать. Ну, прикол. Дальше майки. Это мужские майки. Ну, типа свитера для девушек. Для сладких, красивых девушек. У нас много зрителей девушек, кстати, на моем канале. Потом идет самотык. И варкшоп. Шляпа, короче. И стикеры. Давайте мы все рассмотрим по отдельности. Очень будет много картинок. Очень много. Первое это статуэтки. Статуя. Статуя. Как это звучит. Вот они все герои. Стоят 30 баксов. Я специально для вас перевел в рубли. Я знаю, что среди моих зрителей есть кто из Украины. Я всех уважаю, всех люблю. Но на гривны я не переводил. Извините, ляйте. Так вот, 30 баксов стоит примерно 1650 рублей. То есть, статуэтка стоит 1600 рублей, грубо говоря. Смотрим. Первое. Бладсикер. Бладсикер. Очень красивый. Безусловно, в чем отличие, да, от покупая статуэтку в магазине или у обычного человека. В магазине все же есть гарантия качества. Гарантия качества. Вот она очень красивая статуэтка Бладсикера. Дальше идет Баунти Хантер. Видите, какой взгляд. Взгляд крысы. Все продумано. Сьюрикен и так далее. Очень красиво. Потом идет Профетка. Ну, Профетка я не знаю. Девушкам, думаю, понравится. Ну, мне кажется, симпатично. Необычно. Она похожа на зомби. Реально на зомби похожа. Не на дух, а на зомби. Потом идет Дестер. Дестер это его старое имя. Я к нему привык. А вот они на палке стоят. Видите? Вот она. Палка. Ну, я не знаю, будет ли кто-нибудь. Почему Дестер? Почему именно Дестера сделали? Он неужели такой популярный герой? Мне кажется, вообще надо было делать топовых героев, которыми играют больше всего. Дестером никто не играет, извините меня. Когда Дестеры пикали на просцене. О, я сейчас помню. Трехсотые годы нашей эры. А, Веноманстр. Кстати, Веноманстр просто охренен. Это реально... Хочешь сказать слово няшка. Он реально какой-то няшка. Ну, какой-то милый герой. Этот розовый ротик. Хочется потык. Ну ладно, конечно, идем дальше. Ну все. Вот они и пять героев. Само собой, потом добавят и остальных. Мы посмотрели с вами статуэтки. И идем дальше. Далее у нас брелки. Тоже необычные брелки. И, в первую очередь, их стоимость. 15 баксов. И здесь я перевел на рубли. Но это был последний раз. Дальше сами будете переводить. 15 баксов. Это примерно 825 рублей. Все зависит от курса рубля к доллару. А, 820 рублей. Я считаю, это тоже недорого. Я бы, конечно, лучше купил бы статуэтку. Ну вот, брелок. Что мне у них понравилось, это эмоции. Смотрите, у каждого брелка какая-то наркоманская эмоция. Ну, Дарксир. Какой-то злой такой. Ух. Не то, что... Реально, как он очень злой. Мне он напоминает кого-то стать татакаружей. Какой-то напоминает. Такой мем есть. Потом, а, Жаггернаут. Он такой средний злой. Лина. Хитрая. Ну, засранка. Ну, хитрая, рыжая. Брюмастер. Ну, само собой. Так, навеселее. Напивший засранец. Инвокер. Немного приуныл. Потому что за Инвокера играю через два скилла. Стандартно. 95%. Вот он приуныл. Жакира. Видите, тоже любит повеселиться друг с другом поиграть. Жакира любит поиграть сам с собой. Штором. О, и хитничает. Ну, да, да. Это такой реально убийца. Может пятерых замочить. Мне очень нравятся их эмоции. Вот они все увеличены в размере. Здесь стоимость 15. А это что такое? Это, наверное, плюшевая игрушка, типа. Да, это большая игрушка. Урса. Я, кстати, ее не увидел сразу. А, тайт, пак. Это, типа, наверное, подушки, может быть. Ну, там самотык, я вам говорил, помните? Вот, самотык. Кто эту шапку будет покупать? Вы мне скажите. Вы что, дауны? Ну, наркоманы. Но все равно радует обилие и разнообразие. Идем дальше. Это у нас пины. Это переводится как... Я забыл, как переводится пины. Пины это у нас значки. Я стал начальник говорил, забыл это слово. Значки. Суть в том, что, видите, вы их прикалываете себе на одежду. Даже видно, что они немного под углом. Ну, в принципе, неплохо. Значки. Это, я думаю, это лучше, чем, например, брелок. Да, ну, брелок у вас есть, но его никто не видит. Понимаете? Вы в карман положили и все. А здесь значок повешали на одежду. И все всегда его видят. Оригинально. Я вообще не помню, чтобы кто-нибудь делал значки по доте. Только видел статуэтки. Вот мы видим Квапа и так далее. Вот они все герои. А это набор значков. Ну, тоже хорошая тема. Я бы, кстати, купил бы ее. И здесь я тоже, кстати, перевел. Да, здесь я тоже перевел доллары на рубли. Примерно 2400 рублей. Ну, 2500. 2500 стоит. Считаю, что неплохо. Кстати, если смотрят чьи-то мамки. Да, мамки, привет, кстати. Вы можете подарить своему сыну. Подарите сыну этот набор значков. Я вот точно не знаю, есть ли здесь доставка на дом. Ну, думаю, что есть. Можно потом это сделать. А дальше у нас идут майки. Как мужские, так и женские. А, их разделили, да. Женские на другой странице. Ладно. Вот они, мужские майки. Но, честно, я не знаю, как ты специфически отношусь к этим майкам. Ну, это что? Это разве свитер? Он нормальный? Мне кажется, бред какой-то, да? На ваше усмотрение. Вот они, майки. Свитера идут. Тает. Что за бред? А это что такое? А, это типа маленькие значки доты. Ну, свитер так свитер. Вот карта целая нарисована. Ну, не знаю. На ваше усмотрение. А вот женский я бы рассмотрел. То есть, как они выглядят на девушках. Потому что здесь довольно красивые девушки. Что это такое у меня какое-то пятно? Она, наверное, татушку сделала себе по доте. А, вот женский свитер с логотипом. Ну, тоже так себе свитер. Вот это вот красиво уже выглядит. В смысле, она дотера? Мне кажется, немножко как бы в годах уже, нет? Ей, наверное, под 70. Ну, ладно. Ну, как говорится, доте, это возраст. Любой покорен. Нет, не так говорится. Все возраста покорны. Как-то так, короче. Ладно. Вот свитер на девушку. Вот, кстати, красивый Crystal Maiden. Да, вот это вот одобряю. Великолепный свитер. Вот тоже красивая девушка. О, смотрите, какая жопа у нее. Какой орех. Ну, красивый свитера. Обтягивающий, легонсы. Шпагат. То есть вы покупаете легонсы, да, и потом на шпагат садитесь. Ну, это для девушек. О, татушки. Видели? Татушки набило. Неплохо так. Ну, такая вот у нас одежда. А, далее. Далее шапки. Вот они, шапки. Шапки по доте. Не знаю, кто их будет покупать. Вот это бы я купил бы этот, да. Это типа амулет. Кстати, да. Очень красиво. Я бы его купил. Есть просто такой маленький амулет. А есть танго. Ништяк. Прикольно. И никто бы не подумал, что это дота. Ну, вот. Шапка самотык. Одеваете, бежите, тычите кое-куда. Кружка. Жаггернаут. Потом стаканы. Такие стаканы. Кепка. Ну, кепку я, может быть, взял бы, да. Хотя, это лода популярен. А, значит, кепок. У нее очень много кепок. Лоды. О, хук. Лель. Прикольно. Есть хуки. А, целая клавиатура с логотипом доты. Нехило. Мышка. Нифига они понаделали, реально. Какое разнообразие. Ковры для мышки. Очень много. А, далее у нас что здесь такое? Это мы уже смотрели? Это все уже последние страницы. Это мы все уже видели. Зачем я это открывал? Это мы видели. Майки, майки, майки. И осталось последнее. Это стикеры. Вот они. Эмоции. Очень красивые стикеры. Тоже, скорее всего, они идут набором. Вот они, наборы. Ну, вот как-то так. Фух. Огромный магазин. Реально огромное разнообразие. Я когда начинал снимать. Я посмотрел так, начало. Типа, ну, здесь есть у нас брелки. Ну, прикольно. Но я не видел, что здесь еще и в середине разнообразие. И в конце. То есть, очень много предметов. Здесь можно часами рассматривать все. Просто часами. Вот это бы я купил. Реально хочу амулет. В любом случае, спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Комментируйте видео. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вам понравилось. И что бы вы купили.